О проблемах и перспективах развития аграриев региона. На Ринмаре состоялось заседание Сельскохозяйственного совета при губернаторе. Под угрозой инспекторы заповедника Нинецкий выявили существенное нарушение режима, угрожающие моржам на острове Матвеев в Печорском море. Ветеринары Нинецкого округа усилили контроль за продукцией животного происхождения. В округе постепенно внедряется система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В Нинецком округе возобновят одну из мер господдержки аграриев. В 2018 году сельхозтоваропроизводители региона смогут рассчитывать на государственную поддержку в части возмещения затрат на производство мяса крупного рогатого скота. Речь об этом шла на заседании Сельскохозяйственного совета при губернаторе НАО. В его состав входит руководитель органов исполнительной власти субъекта, животноводческих и оленеводческих хозяйств, перерабатывающих предприятия округа. В режиме конструктивного диалога открыто поговорили о насущных проблемах и перспективах развития агропромышленного комплекса региона. Приветствуя сельхозтоваропроизводители округа, временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский подчеркнул, что сельское хозяйство является не только одним из главных направлений экономики региона, но и жизнедеятельности округа в целом. Вы те люди, которые обеспечиваете не только социальную составляющую нашей жизни, но и в целом вопросы и продовольственной безопасности, но и в первую очередь и диверсификацию нашей экономики. Это крайне важно. Более того, что вы делаете, очень востребовано в округе. На сегодняшний день, насколько я знаю, есть целый набор мер, которыми мы как администрация поддерживаем вашу деятельность. Уверен, что мы и в будущем будем это делать. Одним из главных вопросов заседания стала поддержка агропромышленного сектора в 2018 году. По информации профильного департамента продолжится поддержка северного оленеводства, молочного животноводства и перерабатывающей промышленности региона. Ставки субсидий по каждой из мер останутся на уровне, а в ряде случаев и чуть больше, чем в текущем году. По информации начальника управления агропромышленного комплекса торговли и продовольствия Татьяны Мясниковой, в 2018 году сельхозтоваропроизводители региона смогут рассчитывать на государственную поддержку в честь и возмещение затрат на производство мяса крупного рогатого скота. Ставка субсидий будет составлять 150 рублей на килограмм. Общий размер рассчитывается также, исходя из плановых объемов, предоставленных хозяйствами, и составляет 96,5 тонн мяса. Субсидии запланированы на 14,475 тысяч рублей. Для примера, сегодня мясное животноводство является сопутствующим направлением Ненецкой агропромышленной компании. По словам Анатолия Чудочина, производство говядины сегодня крайне невыгодно из-за высокой себестоимости одного килограмма мяса. Мясокомбинат приобретает говядину первой категории за 200 рублей, а второй за 150. Вырастить теленка стоит в разы дороже. Поддержка этого направления придется аграриям очень кстати. Наряду с возобновившейся мерой господдержки появится и совершенно новая мера. Одной из новых видов у нас поддержки является возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на приобретение крупного рогатого скота. Данное мероприятие направлено на развитие семейных животноводческих ферм. Размер возмещения составит не более 120 тысяч рублей за одно животное. На мероприятие данное запланировано 600 тысяч рублей на следующий год. Прозвучал на заседании вопрос о судьбе Великовисочного животноводческого комплекса. После проверки Роспотребнадзором городской суд вынес решение о закрытии фермы на два месяца. Однако сегодня предприятие испытывает проблему не только санитарно-эпидемиологического, но и финансового характера. Более года назад собирались и предлагали варианты по оптимизации, поскольку даже при ставке субсидий в 100 рублей данное МКП было в убытках. В настоящий момент они исполняют обязательства по заработной плате, по налогам, но не платят за электроэнергию с прошлого года, сумма задолженности более 11 миллионов рублей. По мнению Сергея Андреянова, реанимировать предприятие можно, если пойти по пути оптимизации, предложенному профильным департаментом, иначе животноводам не выйти из убытков. Но решиться на этот шаг должен только собственник муниципального предприятия, отметил вице-губернатор. Ну, как собственник, и нет у нее никакого морального права лишить 20 человек рабочих мест на селе, в великолисточном основном их потребителям. По общему мнению всех сельхозтоваропроизводителей региона, основная проблема сельских предприятий заключается в высоких тарифах на электроэнергию. Расходы по этой статье аграрии называют запредельными. За 1 киловатт электроэнергии в час сельские товаропроизводители платят по 33 рубля 56 копеек. Для сравнения, для потребителей Наринмарской электростанции тариф составляет 5 рублей 10 копеек. А в этом году возмещение части затрат на электричество сельским производителям власти округа заложили в субсидию на молоко. Теперь на 1 килограмм продукции они получают не 50, а 65 рублей 92 копейки. Однако размер предложенных дотаций не спасает положение. В этом году мне запланировано 31 миллион, но задать электроэнергию я должен 20 миллионов. По-моему, никаких вопросов не возникает при такой энергии, когда еще будет дальше предприятие. Услуга электроэнергию превышает выручку этих предприятий почти в два раза. У меня тоже сейчас долг для жилком сервиса 15 миллионов, но я его тупо не плачу. Просто, наоборот, я считаю, что это неправильный тариф и не собираюсь платить. Они меня дозят отключить электроэнергию, но не подают в суд. Потому что заведомо знают, что тариф неправильный. В частности, в отношении затраты везда, мы рассматриваем вопрос того, по сельхозпроизводителям, почему мы не рассматриваем, например, того же поставщика энергоресурсов. Если по году в России в жилком сервисе по 2016 году 32 миллиона и 700 тысяч рублей чистой прибыли, после уплаты без платежей налогов, вопрос, может быть, затраты были увеличены. То есть, на реческаном комиссии оборудов рассмотрела этот вопрос с повышением затрат. Отходы к прибыли. Сельхозпредприятия в убытке, это горосолевичая компания, прибыли. Сельхозтоваропроизводители уверены, тарифы северожилком сервиса на электроэнергию требуют тщательного анализа. Иначе, с существующими сегодня дотациями на производство молока предприятиям просто не выжить. Мы с одной стороны говорим, что мы дотацию даем на сельское хозяйство. Давайте так, часть дотации мы даем жилком сервису. Сегодня дотация 50 рублей, это будет выживание. Развития не будет никакого. Хотя, уверен, что округ может и обязан кормить себя нормальными продукциями и с целью молока. Отвечая на вопрос о размере субсидий на молоко, Александр Цибульский предложил проработать иной подход к формированию государственной поддержки, предусмотрев дифференцированный подход. Субсидия может быть увеличена в обмен на какие-то обязательства со стороны компании. На модернизацию, на инвестиции, на снижение издержек. Я предлагаю над этим поработать и показывать, что мы будем больше поддерживать тех, кто выстраивает максимально экономически выгодную модель существования. А то, что нам надо обеспечивать округ высококачественными сельскохозяйственной продукцией, то это вообще не вызывает никакого сомнения, и мы по этому пути будем двигаться. Но поддержка должна быть дифференцированной. Те, кто работают и развиваются, и правильно развиваются свои компании и предприятия, должны получать большую поддержку. Все предложения и проблемы агрария власти округа возьмут на контроль. Ирина Цеветова, Антон Мудряков, Телеканал «Север». Ненецкий автономный округ и Центросоюз России намерены сотрудничать. В Наринмаре состоялась рабочая встреча в Рио губернатора НАУ Александра Цибульского, представителей Центрального союза потребительских обществ России Якова Алхасова и Александра Ермакова, а также руководителя окружной потребкой операции Натальи Кордаковой и профильного окружного департамента Сергея Андреянова. Стороны обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества региональных властей, окружной потребкой операции и Федерального союза участников кооперации. В частности, в рамках рабочей встречи с главой региона Центросоюз представил проект соответствующего трехстороннего соглашения. Ненецким округом документ будет прорабатываться в течение ближайшего времени. К документу будет прилагаться план мероприятий, направленных на развитие потребкой операции Ненецкого округа. Глава региона отметил важность такой координации усилий в развитии экономики региона и решении социально-экономических вопросов сельских территорий. В частности, сотрудничество в этой сфере значимо для развития местных товаропроизводителей и продвижения окружной продукции на рынке. Как сообщила Наталья Кордакова, окружная потребка операции готовится расширить сотрудничество с местными производителями. На сегодня мы стараемся это делать в первую очередь в рамках соглашения с обществом мясопродукты. Мы развозим мясную продукцию местного производства по населенным пунктам по своим торговым сетям. Хотим, чтобы из сел был также приток продукции в торговую сеть, готовую у населения принимать дикоросы и рыбу, обеспечивая жителей всего Ненецкого округа товарами, произведенными в регионе, пояснила она. Что касается продвижения товаров за пределами округа, такой платформой могут стать мероприятия Центра Союза, регулярные ярмарки продажи. После проработки всех планов взаимодействия стороны намерены подписать соглашение и перевести сотрудничество в практическую плоскость. Инспекторы заповедника Ненецкие выявили существенное нарушение режима, угрожающие моржам на острове Матвеев в Печорском море. Это стало возможным благодаря работе стационара, которая началась при поддержке ВВФ России. Остров Матвеев в юго-восточной части Баренцева моря – ключевое место для популяции атлантических моржей. В летний-осенний период ластоногие формируют здесь одну из крупнейших лежбищ, численность которого достигает 2000 особей. В то же время эта территория – самая удаленная точка заповедника Ненецкие, практически недоступная для государственных инспекторов службы охраны. Благодаря поддержке Всемирного фонда «Дикой природы» и торговой марки «4 сезона» в этом году специалисты организовали пост наблюдения на острове и приступили к мониторингу и охране лежбища. Стационар позволяет впервые в регионе проводить постоянные длительные наблюдения за береговыми лежбищами атлантических моржей. До этого подобная работа не велась ни на одном острове Баренцево море. Острова заповедника Ненецкие находятся в зоне активного передвижения судов. Поблизости расположена платформа «Приразломная». Опасения специалистов подтвердились. Летом этого года неоднократно зафиксированы случаи захода и отстаивания морских судов у берега острова Матвеев без каких-либо разрешений, когда капитаны и судовладельцы не считают необходимым соблюдать природоохранный режим государственного заповедника. Загрязнение акватории и прямое беспокойство животных может привести к тому, что моржи покинут лежбище и лишатся одного из ключевых мест обитания. Администрация заповедника Ненецкий планирует активнее работать с расследованием этих случаев и привлекать к ответственности виновных людей и организации. Ветеринары Ненецкого округа усилили контроль за продукцией животного происхождения. По информации Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого округа, с начала года на продукцию животного происхождения выдано более 19 тысяч ветеринарных сопроводительных документов. Это практически в 8 раз больше, чем в 2014-2015 годах до внедрения системы электронной сертификации «Меркурий». Тогда в год выдавалось в среднем около 2,5 тысяч сопроводительных документов. Как пояснили в инспекции, увеличение выдачи сопроводительных документов связано с повышением контроля за качеством реализуемой местными аграриями продукции. Это стало возможным благодаря постепенному внедрению на территорию региона системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Сейчас к системе подключены практически все хозяйствующие субъекты – 99%. Среди них такие крупные предприятия, как Наринмарское гарпо, Нижнепечорское потребообщество, Наринмарский хлебозавод, мясопродукты, ерф и другие. На сегодняшний день практически все ветеринарные и сопроводительные документы оформляются в электронном виде. К примеру, в августе с использованием системы «Меркурий» оформлено более 2 тысяч документов. На бумажном носителе – 16. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники окружной полиции рассказали пенсионерам округа о популярных методах мошеннических действий. Деньги на медицину. За счет президентского гранта Нинницкая окружная больница закупит современное оборудование для УЗИ. Представители старшего поколения являются самой незащищенной от действий мошенников группой населения. Пенсионеры легко попадаются на уловки злоумышленников, стремящихся завладеть их деньгами. О том, как защитить себя от посягательства феристов, сегодня представителям высокого возраста рассказали сотрудники правоохранительных органов. Встреча прошла в комплексном центре социального обслуживания населения. Представители окружной полиции привели данные статистики и рассказали пенсионерам о том, сколько фактов мошеннических действий фиксируется в округе ежегодно. Особое внимание полицейские уделили рассказу о том, каким образом чаще всего аферисты обманывают доверчивых граждан. Чтобы не стать жертвой мошенников, представителям высокого возраста были даны рекомендации. Мы решили еще раз напомнить нашим телезрителям основные из них. Если вам с неизвестного номера звонит якобы ваш родственник или знакомый и сообщает вам, что попал в аварию, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку, не верьте. Первым делом проверьте полученную информацию, перезвоните своему родственнику и узнайте, как у него дела. Если вам на телефон позвонил сотрудник безопасности или управляющий банкой и сообщает, что ваша банковская карта заблокирована и для ее разблокировки просит вас продиктовать ему коды и пароли, которые поступают в смс-сообщение на мобильный телефон, ни в коем случае не сообщайте ему эту информацию. В первую очередь прекратите телефонный разговор с неизвестным, позвоните в свой банк и уточните информацию по своей банковской карте. Если вам на телефон пришло смс-сообщение из банка о том, что с вашей карты неизвестные сняли или пытались снять ваши денежные средства и указан номер телефона для отмены данных операций, не звоните на неизвестные вам номера. Если вы сомневаетесь, то перезвоните на номер, указанный на оборотной стороне вашей банковской карты, а для большей уверенности сходите в банк и уточните всю необходимую информацию у сотрудника банка. Не оформляйте кредиты в непроверенных банках через сеть интернет. Мошенники заманивают своих жертв выгодными предложениями. Если в ходе разговора сотрудники банка просят вас перевести им денежные средства за страховку кредита и указывают номер банковских счетов, на которые необходимо перевести деньги, знайте это мошенники. Если вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по смс и предлагают отправить сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза, не делайте этого. Это, как правило, мошенничество. Сотрудники полиции призывают пожилых людей быть внимательными и осторожнее относиться к звонкам незнакомых, задать им несколько наводящих вопросов, а также рекомендуют родным пенсионеров довести до своих пожилых родственников информацию о необходимых действиях в случаях мошенничества. Профилактика правонарушений среди молодежи. Этой теме было посвящено совещание при главе администрации Наринмара. В обсуждении приняли участие представители всех ветвей власти округа и города, образовательных организаций, прокуратуры, представители правоохранительных органов и омбудсмены. Поводом для проведения рабочего совещания послужили многочисленные обращения жителей города. Как отметил глава Наринмара Олег Белак, анализ материалов, рассмотренных на заседании комиссия по делам несовершеннолетних, факты вандализма, порчи фонарей и баннеров, выявленные осенью этого года, а также жалобы жителей домов номер 2733 по улице Ленина на сборище подростков за гостиницей Печора и типографией вызывают серьезную обеспокоенность. У жителей Наринмара складывается впечатление, что молодежь предоставлена сама себе. Мэр предложил оценить складывающуюся ситуацию, определить силы и средства для ее изменения, выработать координированный план действий. Добавлю, что наш регион лидирует по количеству употребления спиртных напитков и семейному неблагополучию. По данным детского подросткового врача-нарколога окружной больницы, в прошлом году было зарегистрировано 27 несовершеннолетних пациентов. Из них три подростка, страдающих алкоголизмом, 16 подростков, злоупотребляющих алкоголем, 8 пациентов, злоупотребляющих парами бытовой химии. По итогам совещания Департаменту здравоохранения участники рекомендовали рассмотреть вопросы о выделении коекомест для несовершеннолетних в наркологическом или детском отделении окружной больницы для лечения подростков от алкогольной зависимости, а также о создании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. За счет президентского гранта Неницкая окружная больница закупит современное оборудование для УЗИ. Главное медицинское учреждение региона уже объявило аукцион на поставку двух аппаратов для ультразвукового исследования. Один из них предназначен для родильного отделения, а другой для взрослой поликлиники. Как отмечают врачи, в сфере родовспоможения неонатологическая служба округа остро нуждается в современном оборудовании. На федеральные средства больницы намерены приобрести многофункциональный стационарный УЗИ-аппарат экспертного класса для перинатальной диагностики. Начальная цена закупки составляет 14 миллионов рублей. Новый аппарат заменит тот, который неонатологи и гинекологи НАУ используют для работы уже более 12 лет. Второй ультразвуковой диагностический аппарат будет приобретен для взрослой поликлиники. На эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Согласно техзаданию закупки, это оборудование экспертного класса применяется в кардиологии, педиатрии, гинекологии, урологии. Его технология повышения качества изображения позволяет находить даже небольшие концентрации солей кальция и выявлять новое образование. На новом оборудовании будут доступны исследования с контрастными веществами, что помогает максимально точно ставить диагнозы. Президентский грант для окружной медицины в текущем году составил 43 миллиона рублей. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...